Нижегородский губернатор поручил предусмотреть допльгаты на вывоз мусора. Нижегородская область Нижегородский губернатор поручил предусмотреть допльгаты на вывоз мусора 17.11. Знак авторского права фото. Пресс-служба губернатора и правительство губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Знак авторского права фото, пресс-служба губернатора и правительства губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото Нижний Новгород, 21 декабря РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил предусмотреть дополнительные льготы на вывоз мусора для жителей ряда районов региона, сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства. С 1 января 2019 года Нижегородская область переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, в регионе начинают работать региональные операторы, которые будут отвечать за своевременную очистку контейнеров и доставку мусора до полигона, а также контролировать, чтобы не появлялись новые несанкционированные свалки. Вчера 17 часов 12 минут в Нижегородской области приняли закон о поддержке молодых сельхозработников при переходе на новую систему обращения СТОК-2. Наша первоочередная задача обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора региональными операторами уже с 1 января и помочь социально незащищенным людям, чтобы новая система обращения с коммунальными отходами не ударила по их кошельку, приводит пресс-служба слова Никитина. Для жителей многоквартирных домов плата будет исчисляться из количества квадратных метров жилья так же, как это происходит сегодня. Жители частного сектора будут платить исходя из числа проживающих. Такое решение защищает от существенного роста коммунальной платы пожилых людей, проживающих в одиночку в частном доме на селе, отмечается в сообщении. По словам руководителя региональной службы по тарифам Алексея Малухина, итоговый среднегодовой тариф за вывоз мусора установлен в размере от 602 до 744 рублей за кубометр. Для горожан ежемесячная плата за вывоз мусора увеличится в среднем на 1 рубль с квадратного метра. Рост платы граждан по всем коммунальным услугам, включая ток, составит менее 5%. Глава региона подчеркнул, что необходимо предусмотреть компенсации по оплате новой коммунальной услуги для социально незащищенных категорий граждан. В региональном бюджете предусмотрены средства для социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для всех 18 льготных категорий граждан. Эти льготы будут получать более 744 тысяч жителей Нижегородской области. 12 декабря, 17 часов 13 минут Нижегородская область получит на нации проекты почти 60 миллиардов рублей я считаю, что этого недостаточно, и меры поддержки должны распространяться не только на льготников, но и на тех жителей области, кто проживает на территориях, где тариф выше среднеобластных значений, отметил Никитин и поручил подготовить предложение по ведению таких дополнительных компенсаций. Кроме того, региональному министерству энергетики и ЖКХ совместно с Горжилинспекциевой предстоит проанализировать платежки, которые жители получат в конце января, домоуправляющие компании обязаны уменьшить в них строку содержания жилого помещения, вычти из этой суммы свои затраты на вывоз мусора. В Нижегородской области построено 5 современных комплексов по обработке и размещению отходов. Эти объекты обслуживают территории, где проживают 73% жителей региона. После сортировки материалы, которые подлежат вторичной переработке, направляются на утилизацию на заводы Нижегородской области и соседних регионов. Никитин поручил собрать с региональных операторов предложение по созданию кластеров сортировки и переработки коммунальных отходов.